итак дорогие друзья всем доброго времени суток я тут наконец-то нашел место для съемок вот лазил блин искал уже как полтора часа и у нас такое щение как будто блин в украине все безработные блин потому что повылазили все на береговую линию в природе сидят надо трудовые концлагеря строить беспорядок столько рабочей силы прозябают ну сегодня конечно же решил ради такого значится случая подобрать место для съемок ради пяти минут видео блин елки зеленые ну будем стараться немножко растянуть потому что надо бы как-то я столько усилий вложил чтобы место найти поснимать сзади меня наш любимый мост его там что-то на камере конечно особо не видно но очень хорошо слышно когда поезд проезжает надеюсь он нам не помешает вот и чего у нас там по вопросам народ пишет а сейчас мы там это самый первый вопросик зачитаем пишет нам данияр дания такое экзотическое имя восточное добрый день не 27 занимаюсь зале больше года вес 68 килограмм тренер предлагает туринобол хотел узнать ваше мнение стоит принимать или нет заранее благодарю вот задолбали меня с этими вопросами знаете такое впечатление как будто они без чей-то указки вообще ничего делать не могут то есть он бы еще спросил у меня стоит ли ему в туалет ходить ну наверное нет потому что будут пропадать ценные продукты значит микро макро нутриенты и надо чтобы они питались полностью поэтому лучше туалет исключить вообще чтобы не переводить продукты принимать или нет это уже решать тебе и хорошенько посиди и подумай надо она тебе не надо какие цели вообще перед собой там захочешь поставить или не там в общем подумай хорошенько так что я в этом деле не указ кажется на себя решает это как пить или не пить курить или не курить итак второй вопрос у нас пишет нам настя подари мне счастья так 29 лет 276 килограмм рост 163 сантиметра если в день есть 1400 калорий в моем случае ежедневно ходить по одному часу на дорожке со скольки а со скоростью 5,7 километров в час за какое время можно похудеть на 20 килограмм с учетом что два через два физическая работа заранее спасибо я не ванга чтобы предсказывать ой при сколько там 1400 калорий в сутки 76 килограмм 20 килограмм она хочет скинуть ну я думаю не меньше полугода тебе понадобится а вообще предсказывать это неблагодарное дело тут шершень пролетел нифига себе как бы меня еще не покусали бросить сюда здоровый какой ему понравилась моя led панель главное чтобы я не понравился а то еще налетят тут дадут мне дрозда будут бежать как угорелый так короче настя самое главное тренируйся соблюдай диету и сколько времени потратишь насколько похудеешь значит весь результат будет твой поэтому я здесь как я уже сказал не предсказатель на картах не гадаю вот все практическим путем и дело в том что каждый организм реагирует по разному на диету и тысячи калорий 1400 калорий может быть для тебя будет даже много потому что обычно при очень малом количестве мышечной массы человек худеет очень медленно потому что мало калорий расходят я знаю таких людей которые ели по 800 калорий сутки при этом не худели и пробовали даже без углеводки чередование по всяким схемам и так далее еще не помогало только снижать калории приходилось но это не выход потому что лучше всего сначала массу набрать нарастить мясо а потом уже комфортно худеть потому что понижать калории но это как бы есть предел определенные лучше ниже не опускаться потому что будет плохо для внутренних органов в частности плохо для гормонального фона потому что при блин 800 калориях там то и жиров особо немного как бы гормоны должны вырабатываться на лучше калорийный сервис побольше соблюдать но предварительно нужно набрать мясо чтобы эффективно худеть так следующий нам пишет никита здравствуйте есть ли ограничение в употреблении тунца в консервах да действительно есть такое ограничение в употреблении пищи потому что к ней организм привыкают со временем и вырабатывается резистентность когда организм перестает на еду реагировать поэтому необходимо делать перерывы в употреблении пищи как минимум перерыв должен быть такой же длины длины как и прием пищи то есть десятилетия понимаете вот и тогда будет у вас все в порядке у вас не будет резистентности к еде значит не будет привыкание нормально будет организм впитывать все ингредиенты в общем то это такой сарказм шутка тунец это же еда блин ну что то такое ведь сама он наверное боится по поводу консервантов которые так вот ну так там что там в консерванты обычно соль глютамат натрия этому есть солевое соединение до сахара и еще счет там будет там ничего такого нет химии никакой нет он канцерогенов нету то есть накапливаться нищему там токсичности никакой нету поэтому можно жрать этого тунца просто ходить завалить хоть каждый день только один тунец я не продает наверное каждый день не выдержал бы жрать тунец потому что он был вот здесь встал до блеводного рефлекса однообразная пища вообще лучше рацион свой как-то разнообразить и есть различные продукты все продукты вообще полезно есть потому что то есть каких-то продуктов что-то что в других нету чего-то там больше чего-то меньше и собственно рацион должен быть разнообразным текст следующий нам пишет и егор и горка нужен ли отдых от протеина или можно пить круглый год это к той же теме которую мы только что затрагивали по поводу отдыха от тунца извините за сопли есть его можно постоянно протеина такая же пища как и все остальное просто это пищевой концентрат там много белка везде где много чего-то это считается концентратом условно выражают да вот и протеин можно постоянно пить он легко усваиваемый и как бы я не вижу причин чтобы его отменять потому что ну блин ну это жрачка елки зеленый так счетом а все все вопросы закончились ну вот и все приехали ну на этом я думаю мы не закончим наверное а может закончим не знаю так вопросов постоянно очень много пишут и я для видео отбираю самые такие как бы глупенькие вопросы немножко да и смешные чтобы для чего вообще эти видео снимаю вот как бы это материал для видео прежде всего интересно людям послушать и как бы надо грамотность людей подымать да через видео чтобы они такие глупые вопросы не задавали нет я не против того пусть задают но как бы при просмотре вот таких вот видео они хотя бы будут иметь какое-то представление о питании о тренировках и так далее в общем то есть как бы будут самообучаться через мой опыт то что я уже прошел сделал я вот говорю видео даю советы и надеюсь они кому-то помогут вот и не то что надеюсь они кому-то все-таки помогают потому что у меня есть люди которых тренирую они уже там позаслуживали какие-то значит звания мне уже там писали благодарности всякие ну я как-то не особо не то что я хвалюсь я не люблю вообще хвалиться и на сайте у меня тоже не особо много отзывов потому что я не насилую людей чтобы они отзывы оставляли как правило они как бы сказать они ленивые вот как под видео комментарии особо-то и не пишет у меня допустим есть канал мобильная электроника увлекаюсь вот и там у меня самое большое видео это 300 чем-то тысяч просмотров и там особо немного комментариев то есть так люди между собой общаются лайков дофига то что мы наставили но тем не менее 300 тысяч просмотров из того соотношения лайков и комментариев как-то обидно даже ничего себе 300 тысяч посмотрела а прокомментировала там всего на 300 400 комментарий 300 тысяч блин у нас на сайте твой тренер тоже можно сказать что это плохой материал нет материал хорошие люди об этом пишут у нас на сайте твой тренер к примеру или тоже посещаемость очень хорошая и при этом соотношение того что пишут и соотношение посещаемости сайта ну как-то обидно хотелось бы чтобы спрашивали побольше потому что как бы понимаешь сиди что тут два варианта есть либо люди такие ленивые что они не пишут им впадло написать либо они и так все знают и статью прочитал там допустим что-то им интересно показалось и в общем-то все забился но есть конечно же да люди такие попадаются которые общаются со мной на сайте по 100 по 200 писем по мне по 200 не было 150 или что-то такое человек это была девушка она мне писала и это хорошо когда так общаются это означает что советцы помогают человек доволен он уже как-то доверять начал вот и постоянно пишет советуется общается в контакте мы не постоянно пишет хотя я не люблю когда ко мне в личку лезут я понятное дело друзья всех добавляю но когда меня пустозвоны всякие достают вот потому что у меня как в контакте услуги платные да ты хочешь чтобы я с тобой работал с тобой занялся тобой то есть нужен какой-то профит потому что мне нет интереса просто сидеть и тратить свое время на кого-то там потому что дайте пожалуйста совет туда сюда то вам еще и платить на ранее вот у меня как бы своих дел полно у меня семья есть другая работа есть там еще социальной активностью занимаемся оффлайн такая полуполитическая сфера у меня брательника там у избе тоже помогаю там везде ездим снимаем делаем там все вот и как бы и так дел хватает а тут еще бесплатно сиди отвечая но как-то не в пику я лучше это время потрачу на свою семью это гораздо важнее так что вот такой вот сегодня видео было с вопросиками коротенькие блин не обидно что елки зеленый столько времени искал место для съемок и такое коротенькие видео записал ну может сниму еще чего-нибудь сейчас похожу подумаю хотя у меня времени осталось немного придется потом садик за малым ехать в общем вот такое сегодня видео было всем спасибо подписываемся канал ставим лайк и комментируем видео обязательно задаем вопросы может у кого-то будет идеи на какие-нибудь темы для видео я обязательно прочту сниму если это будет интересно всем спасибо пока